Спасибо. Коллеги, добрый день. Меня зовут Бусхов Дмитрий. Я старший архитектор бизнес-решений в САП СНГ. На самом деле представили меня немножко неправильно, потому что я буду рассказывать о чужих библиотеках. О своей, свою я не писал, но расскажу, как каждый из вас может это сделать. Итак, о чем мы с вами сегодня поговорим? Первое, поговорим о ансамблях как таковых. То есть какие типы бывают, где какие используются, что есть. Потом разберем сабсэмблинг. Это достаточно, на мой взгляд, редкий тип ансамблирования, но у которого есть достаточно хороший потенциал. Посмотрим, что есть готово в искалерне. Если кто-то не знает, это библиотечка, которая используется для ML наиболее часто. Дальше посмотрим на простейшую реализацию стейкинга в части подготовки буквально в несколько строчек кода. Поговорим, зачем все это. Ну и дальше перейдем к самому обзору библиотек. И будет несколько примеров с таким наиболее популярных, скажем так, использования. В конце я дам полезные ссылки. И после презентации открою блокнотики, которые доступны в моем гитхабе, где непосредственно уже будет юпитер-блокноты с кодом, с примерами использования каждой из библиотек. Итак, поехали. Какие типы ансамблей вы знаете? Давайте вот так вот как-то повзаимодействуем. Поднимайте руку и называйте. Бэггинг, бустинг. Что еще? Ну давайте, давайте, не стесняйтесь. Ну окей, не буду вас мучить. Сначала бэггинг. Что мы делаем? Мы уменьшаем дисперсию ошибок, боремся с шумом, по сути обучаем наш классификатор на части данных и дальше все усредняем. Ну следующий бустинг. То есть итеративно обучая классификатор или регрессор, итеративно уменьшаем нашу ошибку. Тоже есть замечательные реализации. Все знают градиентный бустинг над решающими деревьями. XGBoost, WGBM, CatBoost и так далее. Следующий пример это волтинг. Тоже уменьшаем дисперсию ошибок. То есть по сути это голосование либо классификаторов. В новой версии скалерная есть тоже и для регрессора. Следующий стекинг. По сути мы обучаем множество простых классификаторов, базовых ленеров и дальше мета классификаторам или мета регрессорам обучаем уже мета модель, которая по сути исправляет ошибки простых моделей. То есть мы это делаем для того, чтобы еще лучше получить качество в наших метриках. Обычно к стекингу переходят, строят вообще такого рода ансамбли, когда важна точность в каких-то уже сотых либо тысячных. То есть редко начинают строить бейзлайн с использованием стека. Все-таки стараются тюнить базовые алгоритмы. Следующий это блендинг. На самом деле в блендинге я встречал разные понимания, что это такое. То есть такое вообще принятое. Это простая форма стекинга, где мы взвешиваем результат базовых алгоритмов либо усредняем. Ну и еще иногда есть такой встречается вариант, когда стекинг мы делаем out of flow prediction. Я покажу дальше, как это выглядит. А блендинг мы делаем один holdout и на holdout уже подбираем конкретные коэффициенты. Ну есть еще несколько техник. Это hill climbing. Это жадный блендинг. То есть мы обучили базовые алгоритмы и дальше себе забираем только те алгоритмы, которые вносят профит в наши метрики качества. Ну и последняя техника это сабсемблинг. То есть мы по сути делим наши данные на группы, на кластера и уменьшаем групповую дисперсию ошибок. Как выглядит сабсемблинг? Что мы делаем? Мы по сути для каждого уровня, то есть это может быть иерархическая структура, то есть у нас уровень может быть не один, а множество. Для каждого уровня мы определяем базовые эстимейтеры, дальше определяем стратегию для нашего партицирования всех наших данных. Это может быть какая-то дефолтная кластеризация, может быть какая-то собственная с ученым особенностей данных. И дальше для каждой партиции обучаем базовые лениостимейтеры, дальше разбиваем все это на каффолдов и для каждого фолда уже делаем out-of-load предикшены. Дальше собираем все это и обучаем мета-эстимейтер для итогового выхода на нашем тесте. Собственно, в псевдокоде такой алгоритм есть. Что есть в эскалерне? На самом деле не так много, но кое-что есть. Первое есть баггинг-классифайер и баггинг-регрессор. То есть вы можете любой другой эстимейтер использовать из коробки и получать чуть лучшее качество потенциально, просто оборачивая, подавая на вход в баггинг-классифайер другой эстимейтер и обучая его. Дальше есть бустинг. Понятно, есть там две реализации градиентного бустинга, классической на гистограммах в эскалерне. И есть бустинг, который позволяет вам подставить любой другой эстимейтер. То есть это ada-boost-классифайер, ada-boost-регрессор. И есть волтинг. То есть какое-то время назад в 19-й версии, 20-й были только волтинг-классифайер, а сейчас уже есть волтинг-регрессор. Итак, давайте посмотрим простейшую реализацию стекинга для одного базового алгоритма. То есть что мы делаем? Ну, первое, для каждой базовой модели мы делаем auto-fold prediction. То есть у нас есть какое-то количество фолдов, и мы, собственно говоря, обучаем на части данных и предсказываем на другой части. Почему нельзя просто обучить на всем и предсказывать на всем? Ну, потому что это путь к оверфиту. То есть таким образом мы боремся как раз с переобучением нашей модели. Дальше проходим по всем фолдам, и у нас получается auto-fold prediction для одного базового алгоритма. Соответственно, повторяя эту процедуру, мы собираем наш новый датасет для мета-эстимейтера. Дальше, обучив на всех данных и предсказав тест, мы получаем наш новый датасет для теста. По этим данным, если мы обучаем мета-эстимейтер, то дальше можем уже получить итоговый результат как для трейна, у нас он в auto-fold собран, так и для теста мы обучили на всем. Ну, на самом деле есть здесь два подхода. Иногда для теста, для каждой вот этой части, то есть когда мы обучили два фолда трейна, например, мы сразу предсказываем тест, и получается тест у нас получается усреднением по всем трем фолдам. Ну, количество фолдов вы определяете сами, естественно. Это самый простой вариант наивной реализации. Дальше, как это выглядит в коде. Вы взяли базовый эстимейтер, здесь в данном случае случайный лес, и сделали кроссвал-предикт. Он из коробки, метод делает все это для вас, то есть делает auto-fold prediction по указанному количеству фолдов. Дальше, как здесь, то есть вы обучили вашу модель на трейне, предсказали тест. Вот они, ваши новые данные, и на них уже вы можете обучать мета-модель, повторив это, естественно, для всех остальных эстиматоров, и дальше собрав это все, сконкатинировав в рамках колонок для обучения модели верхнего уровня. Есть такой замечательный слайд. Я его взял из блога Александра Дьяконова. Но всем рекомендую его почитать. Он как раз сравнивает результаты стекинга и блендинга с результатами базовых алгоритмов. То есть последние два столбца в барчарте это, собственно говоря, результаты блендинга и стекинга. То есть они, по крайней мере, близки к лучшему результату. Но в реальной жизни чаще всего немного лучше, чем любой из базовых хорошо оттюненных алгоритмов. И еще один важный момент. Вот здесь как раз на этом графике показан случай, когда мы выкинули, красным показана ситуация, когда мы выкинули самый лучший эстиматор. И, как вы видите, качество проседает совсем немножко. Итак, следующий слайд – это уже переход непосредственно к обзору самих библиотек. Как оказалось, таких библиотек уже есть довольно много. Они в open-source реализациях можно брать и использовать из готовой. Ну, первая библиотечка – это Vextech. Значит, она достаточно, на мой взгляд, достаточно простая, удобная. То есть вы можете из пакетного менеджера ее проинсталить и сразу использовать. Соответственно, в ней есть функциональный Scalern-like API. Она достаточно минималистична. Возможна реализация собственных кастомных метрик, расширения их. Есть довольно миленький отчетик, выдает. И в GitHub автор отвечает на кучу сразу… Ну, то есть подготовил хороший readme и отвечает на кучу разных вопросов, связанных с текингом как таковым. Дальше у него есть там описание, как лучше блендить. Есть готовые реализации из scipy minimize. И есть возможность трансформировать таргет. То есть из коробки вы можете на вход отдать сразу функцию для трансформации таргета. И есть возможность указать директорию, куда все это будет складываться. Дальше. Следующая библиотечка – это Hiami. В ней чуть-чуть отличается все, потому что есть отдельный класс для датасета, отдельный класс для регрессора классифайера и для реализации пайплайна. Собственно, документация тоже довольно неплохая, но если в случае с Vextech там есть примеры в GitHub на все случаи жизни, с Hiami чуть меньше. То есть есть один большой пример и реализация. То есть в случае определения датасета вы подаете ваш train-тест и указываете при процессинге, если он нужен. И дальше можете кэшировать данные или нет. Для регрессора, собственно, практически все то же самое. Вы указываете estimator и параметры в виде словаря. Следующая библиотечка – это PyStackNet. Она от Казановы. То есть это реализация на питоне. Известна его библиотеке, которая была на Яве написана. По-моему, это его магистрская была работа. Значит, что в ней интересного есть? Ну, в ней сразу все написано параллельно. То есть параллельный fit-predict. Она достаточно легко расширяется и читается. Обычно, когда в кегле нужно какие-то реализации стейкинга, я просто копипащу готовый код этой библиотеки туда. Можно использовать трансформеры вместо моделей первого уровня. И есть симпатичный блокнот в примерах, как по шагам прям решается конкретная задача. То есть там есть задача регрессии. И дальше как по шагам показано, как мы добавляем базовые алгоритмы, какой результат получаем на стейке, как мы анализируем, валидируем все это. То есть тоже можете там же посмотреть. Но у этого блокнота есть один маленький недостаток. То есть там собирается такой достаточно большой ансамбли. Там есть десятка алгоритмов. В конце там все стейкается. Но если вы просто обучите какой-нибудь перцептрон, то это дает на этой задаче результат чуть ли не в два раза лучше по метрикам, чем вот этот многоуровневый стейкинг. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что важно всегда подбирать данные, подбирать модели и базовые алгоритмы. Следующая библиотечка это ML Extend. Она на самом деле не только для стейкинга. Реализация стейкинга в ней достаточно небольшая. То есть это всего два метода стейкинга и стейкинг-сиви. То есть один на холдауде, второй на кросс-валидации. В ней есть несколько неплохих примеров для стандартных задач, для регрессии, для классификации. Есть после обучения прямой доступ к эстимейтерам. То есть вы можете вытащить параметры, посмотреть коэффициенты и так далее. Ну и полностью мимикрирующий Escaler like API. И еще одна библиотечка это ML Lens. То есть это та библиотека, где есть из коробки Subsembling. Обращаю ваше на это внимание. В ней фокус на эффективность по памяти и производительности. То есть все максимально параллельно. В ней, наверное, самая большая документация. То есть там порядка, наверное, 200 страниц, такой PDF-ничек, который описывает вообще все ситуации, что может случиться, как выглядят методы, как объекты, как классы. В ней довольно приятные примеры. И отдельно есть возможность делать собственные шаги при процессинге. Все это аккуратно собирается. То есть для реализации пайплайна, который можно встраивать вплоть до прода. Ну, что еще хотелось сказать. Что если мы посмотрим на примеры, ссылочка на презентацию радара. Это Kaggle Grandmaster. И вот он как раз показывал, что, где, что дает. То есть насколько, какие качества, какое качество он получал по своим шагам, когда он обучал собственную модель. То есть сначала, чем меньше здесь, тем лучше. То есть сначала он обучил там базовые модели на сырых данных, получил какое-то качество. Дальше там немножко по фич инжинирил легко, получил чуть лучше. Дальше там погрузился в фич инжиниринг, получил вот этот порожек, прыжок с точки зрения качества. И в конце начал собирать уже ансамбли. То есть если вы на все это посмотрите, то четко видно, что да, там стекать и тимблендить, наверное, можно и нужно. Но всегда нужно исходить из задачи, насколько это вообще релевантно. Насколько это имеет смысл. Понятное дело, что в конкурсах это, не знаю, третий или четвертый знак может стать решающим и отделять вас от денег. Но в жизни, наверное, не всегда так. И нужно исходить из задачи. Ну и еще примеры. Практически классический пример такого многоуровневого стекинга, из которого даже в Телеграме мемы уже делают. Собственно, множество базовых алгоритмов. И дальше по уровням пошли реализации обучения и реализации стека на базе мета-алгоритмов. Из полезных ссылок. Ну, имеет, наверное, смысл почитать в Оперта статью. Хотя просто, чтобы ознакомиться, человек, который один из первых предложил идею стекинга. На самом деле его переизобретали множество раз в разных форматах. Дальше я уже упоминал, вторая ссылка. Это статья Александра Дьяконова. Дальше есть хороший гайд на кегли, который описывает реализацию для стекинга. Есть hill climb assembling. Прям ссылочка, где вы можете подрезать конкретную реализацию из конкурса hill climbing и несколько примеров еще на кегле реализации. И последняя ссылка. Собственно, давайте ее откроем сейчас. Это уже блокнотики. Так, сейчас мы откроем NBViewer. Не видит? Так. 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 Сейчас, секунду. Собственно, здесь блокноты. Так. Здесь блокноты по реализации всех библиотечек, то есть о которых я сегодня рассказывал. Есть небольшой пример. Стандартный эскалерновский датасет California Housing. Задача регрессии. И дальше пример стекинга. То есть берем базовые алгоритмы. Ну, это конкретная реализация для хиами. Берем базовые алгоритмы, определяем словарь параметров. Дальше определяем models pipeline, как выглядит, то есть из каких частей состоит. И дальше как выглядит наш стек. То есть количество фолдов, сид для воспроизводимости, будут ли исходные данные добавляться, и будет ли обучение происходить на фулл-тесте, либо будет усредняться по фолдам. И дальше определяется мета-естимейтер. То есть это второй уровень, то есть чем мы будем как раз, какую модель мы будем обучать уже для исправления ошибок первого уровня. И здесь указываем, использовать кэш или нет. Дальше в утилитках есть небольшая функция, которая просто рисует прогноз, scatter plot, результат нашего true value и нашего прогноза. И отрисовывает наши метрики. Соответственно, такое есть для всех библиотек. То есть от файлик стекинг-липс это вручную реализация стекинга. То есть здесь все то же самое, только реализация уже самого стека out-of-fold prediction вручную. Соответственно, здесь мы проходим просто вручную по нашим фолдам и делаем out-of-fold prediction для нашего результата. Все. И дальше собираем, получаем результат сопоставимый. То есть, как видите, можно использовать готовые библиотечки, можно писать вручную, но я бы рекомендовал все-таки использовать что-то готовое, потому что оно вам сразу облегчает жизнь и сразу можно параллельно фитить большое количество эстимейтеров, сразу указывать там параметры, что-то шафлить или использовать многоуровневые, сразу варианты реализации стекинга из коробки, просто добавляя новые слои и добавляя новые эстимейтеры. И дальше часть из библиотек, как, например, тот же MLens, он позволяет сразу строить корреляции и анализировать, какой из алгоритм дает какой вклад и насколько это эффективно. Вопросы? Время вопросов. Какие? Да, вижу. Спасибо большое за доклад. Возникла такой вопрос. Как подобрать модель для второго уровня? Ведь мы используем для первого уровня наиболее лучшие модели, и если использовать ту же самую модель, которую использовали раньше, будет ли переобучение? Как действовать в такой ситуации? Ну, смотрите, как бы, первый такой базовый подход. Сначала попробуйте достаточно простые модели, типа там лассо либо риджа, то есть обычные линейные. А дальше то все то же самое, как и с любым другим датасетом. То есть вы пробуете разные варианты и смотрите, что у вас получится. То есть история про стекать градиентные бустинги, она как раз отсюда, то, что на втором, там на третьем уровне вполне они заходят. То есть а переобучение-то будет, если обучаться на первом, на втором уровне одной и той же модели? Значит, тут все зависит, естественно, от задачи. Обычно все-таки второй уровень не используют те же модели, которые первого. То есть все-таки это другой тип задачи, потому что у вас получается уже как бы датасет, это ваши прогнозы первого уровня. Соответственно, оптимально, редко бывает, чтобы та же самая модель с теми же параметрами заходила на втором уровне. Спасибо большое. Еще вопрос? Спасибо. Не подскажете, может, по бизнес-практике в САПе заходит в продукции на активацию в онлайн-режиме где-то стекинг? И оправданно ли вообще это? По поводу САПа. Ну, во-первых, то есть я хоть и работаю как бы в компании, которая продает софт, проприетарные вещи, я один из людей, которые драйвят за open source. И есть отдельный продукт, который как раз позволяет этот, он называется Data Hub, он позволяет open source аккуратно и масштабируемо встраивать, скажем так, в САПовские продукты. По поводу использования. Да, я видел примеры использования, но это задачи, где там второй знак после запятой был важен и приносил определенную value. То есть стекинг в продакшене используется. Так, еще какой-то вопрос был? Спасибо за доклад. Такой вопрос. Обычно в стекинге уже на первом, там втором и дальше уровнях используются предсказания от моделей, но без самих данных. Вот в указанных вами библиотеках можно конфигурировать так, чтобы мы из исходного датасета могли прокидывать какие-то данные, причем не каждому эстиматору там весь датафрейм или часть его, а какой-то конкретный, какую-то конкретную часть. Ну, в случае там PyStack.net, например, вы можете прокинуть только все вместе. Либо написать свой трансформер и тогда прокидывать для каждого из них ручками. В случае из MLens вы можете, я больше всего использую MLens, он мне больше всего нравится с точки зрения гибкости. Вы можете для каждого эстиматора указывать для второго и третьего и так далее уровня, на каждом из уровней указывать собственные шаги при процессинге и отбора данных. И там можно собирать как бы не только результат предсказаний, но и конкатинировать их с частью или всеми исходными данными или предыдущими уровнями. Окей, спасибо большое, Дмитрий, за доклад. Спасибо слушателям. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...